Давайте начнем с того, какая сейчас ситуация, да, вот на текущий момент. Ну, продолжаются сегодня обстрелы. Было сегодня даже в городе, где я живу, это город Петахтик, это город восточнее Тель-Авива. Тоже мы слышали в Большом Тель-Авиве сирены. Было даже падение ракетов в городе Риховат. Юг продолжается под обстрелом, то есть город Ашкелон, это город, который находится в непосредственной близости к Газе. Ну, еще есть и город Сдерот, вот эти два города, которые обстреливаются постоянно. То есть в город Сдерот в первые дни, даже в первый день проникли боевики. Там порядка, сейчас давайте вспомним, там где-то к 30 до 40 жителей города погибли. Многих даже до сих пор еще не похоронили. А в Ашкелоне тоже были попытки прорваться, то есть боевики, которые были на подступах к городу, их уже сумели задержать. Но Ашкелон превратился вот последние дни главной целью боевиков Хамаса. То есть они тоже не скрывают, они говорят, мы сейчас будем бомбить непосредственно Ашкелон, потому что из Ашкелона многие выехали, то есть около 15 тысяч человек выехали из городов. Понятно, что в поселках с Газой там практически не осталось людей, там тоже люди сейчас покинули. То есть те, кому удалось бежать, те, кто сумели выжить после этого нападения. Вот, поэтому боевики сейчас что они делают? Они сейчас продолжают обстрел ракетами. Днем ранее попытка была обстрелять города в районе северной границы, потому что многим казалось, что это уже Хизбалла там. Ну, у нас, смотрите, Хамас имеет своих боевиков еще и в Южном Ливане, поэтому такие пропалестинские организации, то есть это не Хизбалла, то есть не шииты, а именно палестинские организации. И потом выяснилось, что Хамас взял на себя обстрел северных городов Израиля, показав таким образом, что у него есть ракеты, которые способны лететь там почти 160, даже 170 километров. Но это чисто как бы символически показать, что вот у него такие возможности. Что важно из последней информации? Из последней информации важно, что Израиль предупредил жителей города Газа, то есть город Газа находится в северной части сектора, то есть есть там река, река называется Газа, вот глава пресс-службы нашей армии сегодня выступил с заявлением, где официально предупредил всех жителей северной части сектора, то есть такие там города как Бетханун, Газа и непосредственно южнее города Газы, покинуть территорию в течение суток. То есть заявление было сделано рано утром. Можно предположить, что если с завтрашнего утра там будут мирные жертвы среди мирного населения, то ответственность за это будут нести либо сами жители, которые не покинули это место, либо группировка Хамас, которая настойчиво делает заявление и говорит, что не слушайте израильских официальных лиц, оставайтесь, мол, они прикрываются, это живой щит, это понятно. Понимаете, когда мы прикрываем наших детей, то они прикрываются своими детьми. Вот вся разница между государством и террористическим образованием, каковыми является Хамас. Вообще Хамас, конечно, это отдельная тема, у нас, если есть время поговорить, мы, увидев зверства боевиков Хамаса, которые никогда не питали иллюзий к этой организации, потому что в ее харте указано, что первые вообще откуда они их взяли, может быть, это боевики исламского государства, которые осели в Газе, но отрезанные головы, руки, ноги не стреляли, просто добивали людей. Мы видели кадры, которые, я думаю, что, наверное, с момента окончания Холокоста в мире не видели, когда под дулом автомата ведут евреев, и, конечно же, нам это напомнило тяжелые моменты нашей истории, еврейской истории. Вы знаете, Юрий, в первые часы, в первый день, когда началась эта беспрецедентная атака, я, кстати, тогда уже в первый день сказал, что мне это напоминает Холокост, потому что я увидел меня, ну, как любому человеку, стало не по себе. Многие мои коллеги политики говорили, нет, не надо сравнивать Холокост, это некое уникальное явление, мы все время воздерживались от сравнения с Холокостом, тем более Израиль сильно государство, время Холокоста не было у евреев своего государства, соответственно, не было кому защищать, и сейчас не надо сравнивать, потому что ничего не угрожает существованию государства и, соответственно, еврейской нации. Но по мере тех кадров, которые мы получаем, и некоторые эти кадры публиковал сам Хамас, то все больше и больше ты сходишь во мнении, что это Холокост, потому что они взяли в заложники, похитили, мы даже используем формулировку «похищены», а не «заложники» на иврите, похитили женщин, похитили детей, стариков, переживших Холокост, бабушка 85-летняя, которую везут на этом джипе и издеваются. И, кстати, сегодня армия разрушила на западном берегу, в Иудеи и Самареи разрушила пиццерию палестинца, который взял фотографию этой бабушки и сделал калаш, где она держит эту пиццерию, мол, типа бабушка, похищенная в Газе, предлагает вам купить пиццу недалеко от Хавары. Да, понимаете, это не люди, это звери, поэтому говорить с ними не о чем. И я думаю, что весь цивилизованный мир должен понимать, что сегодня мы боремся не только за себя, мы боремся за цивилизованный мир. Такие чеки могут завтра появиться, они уже есть в разных странах Европы, они есть на Западе, и мы видели и раньше, когда отдельные сторонники ИГИЛ резали головы французским или британским полицейским и убивали людей, но такого масштаба, такого количества и такого зверства не было с момента окончания Второй мировой войны, это однозначно. Это правда, но здесь также стоит учитывать то, что в Украине россияне делали. На самом деле это отдельная тема, безусловно. Но с вами тяжело не согласиться. Евгений, скажите, пожалуйста, а вот как расценивать, например, то, что арабские страны, некоторые арабские страны переходят по сути теперь уже к открытым угрозам не только в отношении Израиля, но и мира, например? Начнем с Ирана. Иран пригрозил Израилю ответом на, цитирую, военные преступления, конец цитаты, в газе. Что цинично, иранский дипломат назвал атаку Хамас на Израиль спонтанным шагом в ответ на постоянные и провокационные преступления, конец цитаты. Далее, вот я наблюдаю за реакцией властей Катара, которые угрожают создать глобальный дефицит газа в рамках поддержки Палестины. Цитирую далее. Если бомбардировки газа не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира, конец цитаты. Что вообще происходит? Давайте начнем с Ирана. Иран мусульманское, а не арабское государство. Но Иран – это главный дестабилизатор ситуации на Ближнем Востоке. У нас с Ираном до революции 79-го года были великолепные отношения. То есть у нас две самые древние нации на Ближнем Востоке, то есть евреи и персы, очень мирно уживались друг с другом. Более того, у нас были великолепные отношения до сих пор. Вы можете найти в Ютубе кадры всяких там, вот такие, знаете, типа Олимпиад, универсиад, когда израильские сборные приезжали на эти универсиады в Тегеран, там, в 70-е годы вплоть до революции. У нас даже были отношения с Ираном лучше, например, чем с некоторыми странами региона, как сегодня, типа Турции, например. То есть Турция у нас, знаете, как волна, так, больше, меньше. Сейчас мы восстанавливаем отношения с Турцией. До 2009-го у нас были хорошие с Турцией. С Ираном были великолепные отношения. То есть у нас мы дружили с странами, и ничего не предвещало беды, пока не пришла исламская революция в Иране. Ну а дальше режим Айтол, как бы он показал свою сущность и стал фактически главным спонсором мирового терроризма. Я это подчеркиваю. Это даже не терроризм против Израиля, это мирового терроризма. Потому что страна Иран, пожалуй, единственная, наверное, страна, которая, будучи членом ООН, мало того, что она никогда официальные лица Ирана не упоминают Израиль, как Израиль, как государство. Всегда говорят сионисты, там, сионистское образование. Но еще и не скрывает свое стремление к ядерному оружию. Именно для чего? Для того, чтобы потом шантажировать весь Ближний Восток. И им не нужно оружие, как в Северной Корее, для того, чтобы получить мешок риса. Им нужно ядерное оружие, чтобы прийти и уничтожить государство Израиль. То есть это такая классическая цель исламистов, вот этой исламской идеи, вот этого исламского халифата. Давайте мы расширим его. Кстати, я вот недавно, два месяца назад, меньше, я в начале сентября был с визитом в Азербайджане. Вот, смотрите, страна, которая... Мы все знаем эту прекрасную страну, республику. Мы все родились в одной стране. Я родился в Украине, как вы сказали, да. Это была часть большой страны. В Азербайджане страна, которая очень негативно относится к Ирану, хотя на территории Ирана проживает десятки миллионов, 15-20 миллионов азербайджанцев, которые имеют происхождение персидское. И одна из стран, на которую хотели распространить Иран за свое влияние, как исламская революция, это Азербайджан. Тут там такой сэндвич между Россией и Ираном. Причем в Азербайджане это понимают. Маленькая гордая страна с гордым народом вынуждена держать этот пресс как с севера с России, так и со стороны Ирана. Ну, конечно, Россия не воюет, с Ираном не воюет, но обе страны пытаются свое влияние там укоренить. Иран – это та страна, которая везде, где она может вступить, она пытается там укорениться. Это Сирия, это Ливан, это Хизбалла в Ливане как прокси, это Хамас и, конечно же, исламский джихад, организация, которая полностью зависит от Ирана. Поэтому начнем с Ирана. Иран, у нас никаких иллюзий к Ирану нет. С Ираном у нас идет открытое противостояние на территории Сирии. Отчасти, кстати, здесь тоже входят большие геополитические отношения с крупными державами. Это тоже так или иначе связано с нашей позицией по поводу войны в Украине. Я неоднократно вашим коллегам это объяснял. Потому что минимизировать риски на территории Сирии мы обязаны для того, чтобы бороться с нашим врагом, а не бороться, например, с присутствием России в Сирии. То есть все эти вопросы, когда начинаешь смотреть визит клубок геополитики, то многие вопросы сами отпадают. Особенно у людей, которые, может быть, не знакомы с ситуацией на Ближнем Востоке. Поэтому Иран, это как бы оставьте в стороне Иран, это та страна, которая всегда будет желать уничтожения Израиля. И у нас с ней такая борьба. Теперь мы упомянули арабский мир. Здесь очень интересная ситуация, потому что арабский мир сегодня уже не та однородная масса, как это было в 70-е годы, когда после войны судного дня была объявлена арабская эмбарго знаменитая, когда Израиль фактически действиями в войну судного дня привел к тому, что потом весь мир платил больше за арабскую нефть. Сегодня ситуация совершенно другая. Начнем с того, что Израиль не зависит от энергоресурсов других стран. У Израиля есть свой газ, поэтому мы очень много вкладываем средств в защиту этого газа. И у нас есть свой газ. Это, как говорится, 40 лет Моисей водил по пустыне, привел туда, где нет нефти, но нам повезло, мы все-таки нашли газ. Поэтому газ у нас есть свой. Страны неоднозначно относятся к такому поведению. Да, окей, Катар – это спонсор Хамаса, это можно понять. Но, например, с Арабскими и Объединенными Арабскими Эмиратами у нас мирный договор, который подписан недавно, и мы видели в первый же день войны, мы видели очень гневное, как Объединенные Арабские Эмираты очень отреагировали гневно на такую беспрецедентную атаку Хамаса. Мы видим, что у нас с Бахрейном дипломатические отношения, у нас налаживается отношение с Марокко. В конце концов, у нас есть мирный договор с Египтом и Орданией. Да, у нас нет больших иллюзий, потому что Египет – это все-таки территориально они находятся с газой. Но, тем не менее, Египет, мы партнеры, у нас есть общий язык с Египтом. И все, что касается противодействия террору, в том числе на Синайском полуострове, оно работает. Поэтому я думаю, что здесь Египет должен играть большую роль в урегулировании конфликта уже в будущем, когда мы устраним режим Хамаса в Газе. Потому что цель сегодня одна – Хамас не должен остаться Хамасом, где бы он ни был. В Газе, на Западном берегу, в Катаре, в дорогих гостиницах Ливана или Дамаска, или Тегерана. Это не имеет значения. Сегодня любой, кто имеет отношение к Хамасу, подписал себе смертный приговор. Это сказал не я, депутат Кнаста Евгений Сава, это сказал руководство Израиля, это сказал начальник генштаба, министр обороны. Сегодня эта концепция изменилась. Она изменилась тяжелой ценой. Я вам это говорю, мы сейчас оставим внутреннюю политику, мы сейчас не говорим. Мы сказали, мы дождемся создания комиссии по госрасследованию. Поверьте, весь мир будет знать об ее итогах. Но сейчас концепция изменилась. 1300 убитых, жестоко убитых израильтян такие вещи не прощаются. Такие вещи не откладываются в долгий ящик, и уж тем более такие вещи, которые впервые с момента образования государства изменят ситуацию на Ближнем Востоке и не только в Газе. Поэтому я думаю, что сегодня Хамас должен понимать, что у него нет никаких шансов по итогам этой операции. Неделя, две, три, месяц, что бы ни говорили в мире, мы эту операцию будем доводить до конца. И я думаю, что те, кому надо понимать, сегодня это понимают, что лучше не влезать. Я говорю сейчас про Хизбалу, про Иран, с учетом той поддержки, которую нам оказывает в том числе международное сообщество. Евгений, вы упомянули Иорданию. Можете, пожалуйста, рассказать, что там сейчас происходит? Потому что информация сегодня поступает разная. Первое и второе раз уже заговорили об операции. Ну, давайте это отдельно, обсудим время-то еще есть. Смотрите, я не специалист по Ближнему Востоку с точки зрения арабского мира. Я думаю, что все-таки люди, которые владеют арабским языком, должны давать свою оценку. Но какие-то... Ну, понятно, что я понимаю, что происходит в Иордании. Но я бы не хотел сейчас тут давать прогнозы. Иордания – это страна, у которой с нами граница. То есть у нас восточная граница проходит по Иордании. Там мы в последние годы начали ее укреплять, потому что ситуация, при которой граница с Иорданией превратилась в такое место, где, например, скажем, даже оставьте сейчас боевиков, террористов, которые, например, используют для контрабанды наркотиков, оружие, например, и так далее. Поэтому это отдельная проблема, но проблема в самой Иордании. Потому что 60, даже больше 60% иорданских подбанных, это же королевство, это палестинцы. Они, конечно же, общественность не может в Иордании просто так наблюдать за тем, что происходит в Газии, на западном берегу или в Иерусалиме. И король Иордании, он все время посматривает на свое население. Как бы мы с ним не находили общие языки, как бы мы с ним не дружили, и он человек все-таки такого, знаете, западного восприятия, потому что он прекрасно говорит на английском языке, он довольно такой трезво смотрит реально на вещи, но тем не менее он зависит от общественного мнения в своей стране. А там чего ждать от населения, которое подавляющее большинство палестинцев? Они автоматом выступают за палестинцев, если руководство автономии в Рамале не осудило Хамас, понимаете? А у нас там какие-то даже есть координация, например, в сфере безопасности на западном берегу. То есть у нас же поселения наши в Иудее и Самарии, они непосредственно находятся там близко очень к палестинским городам. Поэтому там тоже опасная ситуация. Мы тоже сейчас там усилили меры, потому что армия понимает, что любая вспышка на западном берегу, она может привести к массовым демонстрациям, беспорядкам. И тогда Хамас хочет этого, Хамас подогревает своих людей там. Там тоже есть ячейки Хамаса, но там тоже проводят превентивные аресты. Армия, знаете, как по шаблону действует, там есть четкие указания, кого взять, кого допрашивать, и кого поддержать там энное количество времени, чтобы не исходило от него никакой активности. Это мы уже проходили в 2014 году, мы знаем. То есть Хамас все время пытается подогреть территории на западном берегу, там возле Иерусалима, возле Рамалы. У нас в восточном Иерусалиме проживает много людей, которые, арабское население, которое, к сожалению, симпатизирует тоже Хамасу. То есть все это пока сегодня прошло спокойно. То есть были локальные такие там стычки, но это было относительно спокойно, потому что ожидалось худшего. Ожидали худшего, ожидали, что пятничная молитва превратится в такое, знаете, такое акцию солидарности с Хамасом. Нет, не превратилось. И я очень хочу отметить, фу-фу, постучу по дереву, где-нибудь дерево сейчас найду, постучу, что арабское население тоже ведет себя очень сдержанно, Израиль. Они понимают, что такие зверства, это непростительно. И многие арабы в Израиле хотят абсолютно быть нормальными гражданами, интегрироваться и не устраивать какие-то там пропалестинские акции, как это делают, например, те же представители, например, арабских партий в КНЕСТе. Поэтому в этом вопросе Иордания очень сильно поглядывает за тем, что происходит в Иудее и Самарии, то есть на западном берегу. Поглядывает за тем, что делает руководство палестинской автономии. Но оно со своей стороны поглядывает, что будет в Газе. Потому что если в Газе будет полный хаос по итогам операции, то не исключено, что они захотят вернуться в сектор газа. И они потеряли, палестинское руководство потеряло там контроль в сентябре 2007 года, когда Хамас захватил сектор, там, вы тоже можете найти это в сети, как они сбрасывали там с высотных зданий боевиков ФАТХА, то есть ООП, да, Организация освобождения Палестины. Они просто бросали их там с 10 этажа, потом они их там привязывали к своим этим мопедам, машинам, волокли по улицам и показывали, как они вот так отвечают своим же братьям. То есть там между ними тоже, поверьте, ненависть еще та между Хамасом и палестинской автономией. Вот поэтому как бы все это очень динамично. Я не могу вам дать прогноз по поводу Иордании. Конечно, не хотелось бы, чтобы Иордания стала еще одним очагом такого массового недовольства, потому что для нас это будет тоже головная боль. Спецоперация, пожалуй, это важная, это самое важное. Это война, война, это у нас война. Мы называем это войной, мы даже утвердили это как война. То есть это не спецоперация, это война. Мы ведем сейчас войну. Да, эта война в рамках войны будет проведена, я имею в виду, операция в рамках сектора. Вот что я имел в виду. Скажите, пожалуйста, есть ли представители... Во-первых, давайте скажем сразу, обозначим позицию Эрдогана. Я не знаю, я буквально там за 5 минут до нашего эфира ее увидел, и он сказал о том, что он против, он призывает всех прекратить эту операцию. Она еще не начиналась, скажем так. Вот, Эрдоган потребовал от власти Израиля отменить наземную операцию в секторе ГАЗа. Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то информация о том, когда она может начаться? В каком формате? Как на это отреагируют другие страны? И вот позиция Эрдогана. Насколько она неожиданна, скажем так? Не могу сказать, что она неожиданная. Смотрите, у нас, как я уже сказал, до 2009 года с Турцией были хорошие отношения. В 2009 году у нас, точнее в конце 2008 года, то есть конец декабря, в ответ на многочисленные обстрелы нашей территории, Хамас тогда открыл огонь, думая, что Израиль не ответит, потому что все ждали инаугурации Барака Обамы, который победил на выборах, и Обама вошел в Белый дом 20 января 2009 года. И вот, собственно, Израиль тогда, в конце декабря, неожиданно для Хамаса, это было в субботу, субботу днем, в 12 часов, нанес массированный удар, то есть в первые два часа были убиты порядка 500 боевиков Хамаса, которые не ожидали, что Израиль начнет. А где-то через неделю наши войска уже вошли непосредственно в сектор ГАЗа, была наземная операция. К сожалению, та операция «Литой свинец», которую вел премьер-министр Худольмерт, то есть все понимали, что он не останется по итогам выборов, но операция началась за полтора месяца до выбора. Выборы были потом в феврале 2009 года. Все понимали, что у него нет никаких политических соображений, то есть он не начинает операцию для того, чтобы удержаться в кресле или остаться в кресле. Министром обороны был тогда Худбарак, который тоже сегодня не в политике, а главой МИДа был Ацепеливник, который тоже не в политике. Но вот когда армия зашла, то есть наземная операция была, у нас еще не было тогда железного купола даже, потому что на каждый обстрел нужно было действовать быстро. Невозможно было дать возможность боевикам обстреливать территорию. У нас не было вот этого тыла в лице железного купола, который позволяет создавать такой, знаете, тактический маневр. Если у вас есть хорошая защита ПРО, то вы не спешите бросать в бой неподготовленные силы или, например, можете позволить, например, там, если 95 ракет сбивают, то, окей, ну, граждане, нет жертв среди мирного населения больших, там, может быть, за заключение там нескольких человек, которые не прислушивались к инструкциям. Но это вам позволяет спокойно принимать решение, чтобы потом солдат не терять и чтобы, вот как вы сказали, чтобы международное сообщество потом не реагировало так, как реагирует Эрдоган. Но в итоге солдаты наши зашли, были проведены там зачистки в определенных местах. Они дошли до больницы Шифа в секторе Газа, это больница, под которой находится склад. И вообще командное руководство там оперативно находилось под больницей, у них бункер был под больницей. Но в итоге мы не взяли ни город Газа, не взяли тех боевиков, которые мы хотели взять. Почему? Потому что отчасти было это связано с тем, что новая американская администрация, которая пришла к власти, не хотела, чтобы каденция Обамы началась с того, что Израиль погряз в секторе Газа, Америка не может нам не помогать, потому что мы союзники. И мы вышли. Следующая операция уже была через три года. Это был 12-й год, облачный столб. Она ограничилась ударами с воздуха, затем была тишина в ответ на тишину. И так продолжалось энное количество лет, вплоть до 14-го года. Еще два года потом было. В 14-м году опять была навязана нам операция, долго рассказывать, и опять мы вошли в Газу, потеряли много солдат. 52 дня Хамас мужественно в кавычках сопротивлялся, почему было важно ему продержаться 52 дня, потому что это больше, чем Хизбалла вела с нами Вторую Ливанскую войну. Там было 50 дней. И они потом всем рассказывали, что они теперь уже выше Хизбаллы по своим масштабам, так как они могут биться с сионистским врагом даже мужественнее, чем это делает шиитская группировка Хизбалла. По итогам операции «Несокрушимая скала» в 14-м году мы опять тишина в ответ на тишину, то есть ничего, ну там они восстанавливали, восстанавливали потенциал. И в 18-м году, в ноябре 18-го года, произошло то, что не должно было случиться, потому что мы это уже, знаете, задним числом уже, когда начинаешь это анализировать. Правительство Израиля тогда приняло решение все-таки меньше реагировать на те беспорядки, которые были на границе с сектором. И самая, наверное, стратегическая ошибка это было позволить Катару передавать деньги, наличные деньги Хамасу в газу. Кстати, в ответ на это лидер моей партии, министр обороны Либерман, подал в отставку. Он ушел в отставку в ноябре 18-го года, не согласившись с общей линией правительства Нитанягу. Но мы были некоторое время в позиции. Я тогда еще не был в КНЕС, я в КНЕС пришел в 19-м году. Поэтому многие сегодня говорят, это как отправная точка, потому что последующие все операции, которые были, они были короткие, и они не ставили стратегической цели уничтожить Хамас. То есть все говорили, ну хорошо, а что будет? Вот Хамас уничтожим и что будет? То есть до вот этих 4, почти 5 лет с 18-го года преобладала такая стратегия, тактика, называйте это как угодно, с точки зрения израильского руководства, что Хамас должен быть сильным внутри газы, то есть он фактически де-факто суверен в газе, и все претензии можно предъявлять ему, хотя до юра никто не признает контроль Хамаса в газе, но он должен быть слабым снаружи. То есть он не должен быть сильным, чтобы противостоять Израилю в случае такой какой-нибудь операции, но он должен быть сильным против каких-то там мелких салафитских группировок или того же исламского джихада. Ну вот, получилась такая ситуация, что мы, к сожалению, расплатили за это жизнями наших граждан, потому что тишина в ответ на тишину провалилась, Хамас оказался не только сильный внутри, но и сильный снаружи, и более двух тысяч боевиков, которые прорвались на территорию Израиля, устроили настоящую бойню, резню, и такого не было, как я уже сказал, с момента образования Израиля. Вот это все, вся эта концепция, вся эта стратегия провалилась, и, к сожалению, для того, чтобы понять это, нам пришлось заплатить такую цену. И нам, я говорю сейчас как государство, я не говорю сейчас конкретно, тот или иной политик, тот или иной начальник. Были первые такие попытки, знаете, а, это вот предыдущие начальники генштаба, это тот, не имеет значения, сейчас мы оставим внутреннюю политику, мы сейчас говорим по факту, без уничтожения Хамаса сегодня в Газе, нет никакой возможности говорить о будущем Ближнего Востока. То есть, если мы сейчас, после 1300 погибших, не уничтожим Хамас в Газе, мы не то, что не сможем жить, мы не сможем смотреть в глаза нашему населению, мы не сможем, мы не имеем никакого морального права после этого вообще оставаться как государство, потому что Хамас сегодня должен быть уничтожен. Это та точка зрения, которая все больше и больше преобладает в руководстве страны, я надеюсь, что это будет окончательная основная цель, цель руководства этой войной в секторе Газа. Евгений, так, во-первых, если у вас есть еще немножко времени, я бы продолжил. Ну давайте, еще 10 минут есть. Спасибо большое. Первое, Reuters сообщает вот буквально сейчас о том, что Саудовская Аравия заморозила переговоры по нормализации отношений с Израилем. Мы вот в рамках этих семи эфирных дней, когда обсуждаем события в Израиле, конечно же, в том числе вспоминали и об инициативах, о переговорном процессе между Израилем и Саудовской Аравией. Исправляйте, если я ошибаюсь, дополняйте, пожалуйста, меня. Но вот я слышал от многих экспертов, скажем честно, такую мысль, что по сути одной, в том числе, в том числе, одной из причин этой войны послужили как раз эти переговоры с саудитами. Насколько это верно? Что предусматривала эта сделка? И что означает позиция Саудовской Аравии сейчас, если мы полагаемся на информацию от Reuters по заморозке этих инициатив? Это действительно версия, которая существует. Начнем с этого, что Саудовская Аравия так или иначе через американских посредников вполне могла быть неким объектом для нормализации отношений. Я не обладаю информацией на уровне переговоров, но я хочу сказать, что как только это началось, опять же, Виктор Либерман озвучил очень простую вещь. Он сказал, мы, естественно, за нормализацию Саудовской Аравии, но у нас тоже есть ряд вопросов. Когда мы говорим, например, позволить Саудовской Аравии получить возможность обогащения урана на территории Саудовской Аравии, то это вылезет нам боком. Я напомню, история помнит, как Израиль бомбил иракский реактор с Ирак в 1981 году, французы помогали тогда Ирак устроить, и как Израиль разбомбил сирийский атомный реактор в сентябре 2007 года. Поэтому не очень бы хотелось бы, чтобы сегодня мы проспали вот это обогащение урана на Саудовской территории, а через, не дай бог, 15-20 лет, когда Саудовская Аравия подойдет близко к собственному ядерному оружию, нам придется принимать решение о бомбежке еще и реактора на территории Саудовской Аравии. Поэтому эти вопросы, они были открыты здесь в Израиле. Так получилось, что из-за войны это логика, понимаете, потому что Саудовская Аравия требовала каких-то уступок к палестинцам, она требовала с точки зрения Израиля пойти на некие жесты доброй воли в адрес палестинцев, потому что им со своей стороны тоже нужно показать что-то, что они добились. Поэтому я, к сожалению, могу только предположить, что сейчас вопрос нормализации отношений сошел с повестки дня. Если добавить сюда ваш тезис о том, что это выгодно Ирану, да, наверное, это выгодно Ирану, потому что Иран был против нормализации Саудовской Аравии. Опять же, в контексте того, что я говорил, будучи дестабилизатором постановки на Ближнем Востоке, Иран не заинтересован в таких вот союзах между Израилем и теми странами, которые еще вчера боялись Ирана. Саудовская Аравия, напоминаю, вполне была в плохих отношениях еще год назад с Ираном. Только сейчас они вроде бы там начали, вернули послов и так далее. Например, страны Персидского залива, страны, которые не испытывают никакой теплой любви к Ирану, да, и поэтому там находятся американские базы и в Бахрейне, и американцы, если что, могут прикрывать их, поэтому здесь никакой любви нет. Начнем с этого. А то, что Израиль еще мог быть частью этой оси, там Америка, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, конечно же, Иран от этого мог только проиграть. И этот тезис имеет право на существование, но конкретно я вам, к сожалению, не могу сказать, потому что информация, даже если есть, то это так, знаете, где-то обрывками какими-то, поэтому оставьте это пока на сходу политологов, экспертов, аналитиков, но не действующих политиков. Евгений, скажите, пожалуйста, насколько большая угроза исходит от хизболы? И правильно ли мы понимаем, насколько правильно в принципе утверждение о том, что в этом-то и есть часть плана, то есть заставить Израиль рассредоточить силы и на юг, и на север? Безусловно. И мы в этом контексте благодарим наших союзников, американцев. Выступление Джо Байдена, оно было историческим. Я даже написал на своей страничке в Фейсбуке. У меня есть две страницы, одна на аверите, одна на русском языке. Депутат Кнеста Евгений Сова. Можете заходить, почитать и посмотреть. Я сказал, что в истории есть важные моменты, а есть ключевые моменты. Вот на мой взгляд, выступление Байдена это ключевой момент, потому что это ключевой момент отличается от важного, когда ты понимаешь в реальном времени, что это действительно ключевой момент. То есть ты не оцениваешь потом, после года, двух, трех или десятков лет. Ты понимаешь, что это важно для развития региона, для будущего твоей страны. И, конечно же, заявление Байдена, где он, глядя в камеру, предупредил Хизбаллу и Иран не вмешиваться в конфликт, потому что не только авианосец подошел, но еще и второй на подходе. В Израиле, конечно же, встретились с энтузиазмом, хотя тут нужно тоже осторожно, потому что, с одной стороны, мы же не показываем, что мы не способны сами себя защитить, правильно? Любое независимое государство должно само защищать себя, но, конечно же, такой тыл и такая помощь от нашего союзника, безусловно, это большой плюс, это посыл и сигнал к Хизбалле. Я очень надеюсь, что Хизбалла услышала президента Байдена. Продолжение следует...